Дагестан Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро! Меня зовут Лазука Роман И сегодня мы в экспедиции Дагестан-Чечня В каждом экипаже, у нас их 9 штук, каждый практически человек взял с собой ребенка своего Основная сегодняшняя проблема, это, наверное, когда дети живут в каменных джунглях И не видят этого прекрасного мира И мы едем по этим прекрасным локациям Кавказа Общаемся с детьми, что-то рассказываем, чему-то учим И передаем наш прекрасный опыт нашим деткам и друг другу Я из города Новосибирска, это мой сын Станислав И мы собираемся отдохнуть по-мужски Передать поколению Next то ощущение уединения с природой, которое было у детства у меня, я думаю, у многих других Хочется увидеть красоты Кавказа, я тут был только зимой Хочется познакомиться с местной культурой Чуть-чуть почувствовать некой дикой культуры, дикой природы Ну и побольше провести время с сыном Приехали вместе с сыночком посмотреть нашу необъятную страну Насладиться этими видами, которые уже сейчас наблюдаем И, конечно же, в предвкушении уже самого путешествия, самой экспедиции Посмотреть горы, побыть вместе с сыном, с друзьями и насладиться этим всем Одна из самых моих любимых и, наверное, заветных мечт в жизни Это чтобы мой ребенок испытывал такие же эмоции, которые испытываю я Поэтому мы взяли своих детей, им по 6, по 7, по 8 лет И мы хотим, чтобы они так же кайфанули, так же отдохнули вот в этом юном возрасте Потому что я помню себя в 6 лет, я играл с бутылкой и с палкой, и со стенкой То сейчас я хочу, чтобы мои дети образовывались, видели этот мир так же, как вижу я в 30 лет Считаю, что одно из самых лучших в жизни, что может с нами произойти, это путешествие И предпочитаю в путешествия брать детей Я приехал с дочкой, с Миленой Сюда прилетел мой сын Вообще, вот эта вся экспедиция, она проходит под лозунгом «отцы и дети», «дети и отцы» И кайфанем мы вместе, и они запомнят это на всю жизнь Живем в моменте, и это крутой момент Поэтому Дагестан, Чечня, все это даст нам новые эмоции, новые впечатления А мы ими будем делиться с удовольствием Это будет незабываемо Меня зовут Талазука Кирилл Романович Живу я в городе Москве, мне 8 лет Учусь во втором классе Я приехала в Дагестан с папой Будем ездить на машинах Я приехала с папой, меня зовут Милена Меня зовут Ярослав, мне 20 лет Потап Кудрышов Сергеевич Родился я в 2013 году в Новосибирске Привет, я вышел из Москвы, я свалю отсюда Меня зовут Вова, я хочу стать киберспортсменом Я Александр Белый, принцев, потому что я принц Кирюх, расскажи, что ты ожидаешь от этой поездки? Беселье Радость, красивых мест Я жду огромного удовольствия Я буду лазить по горам У меня будет день рождения Я хочу получить огромное впечатление Так как Кавказ это очень природное, красивое место Тут очень много природных богатств И я хочу их все увидеть Куда мы едем, так скажи Куда-то Куда-то едем, на чем-то? Да На чем мы едем? Да без понятия Я хочу насладиться природой Возможно, узнать побольше о культуре и о истории Хочу увидеть красивых гор и красивых фоток Я не был разве в Катистане Тут что надо понимать-то? Это же не игрушки совсем Мы страну свою поехали смотреть Надо знать то, что мы любим И там, где мы живем Поэтому, что я скажу Поехали показывать им это путешествие и этот мир Ребята, у меня колонна после меня Едем смотреть гидросамолет Тоже, кстати, за шишками прилетел До сопримечательности Дагестана Его в последний путь приземлили на берег Историю сейчас мы услышим его Подъезжаем уже Экраноплан Лунь Вообще, изначально он единственный экземпляр в России И, в принципе, вообще в мире Должен был создать 8 таких экранопланов В 1983 году его, в принципе, начали строить Экранопланы на Волге И на воду был спущен уже в 1986 году В 2001 году он, в принципе, уже полностью снял с вооружения С распадом Советского Союза Не стал нужен никому Скорость достигала до 500 км в час Он отрывался от воды где-то от 3 до 5 метров За счет чего? За счет экранного эффекта То есть создающийся между крылом самолетом и водой А самолет? Вообще, офигенный самолет Больше меня поразили его размеры и вообще Как он выглядит? Самолет крутой? Только зажаревый Ты рад, что ты приехал на Кавказ? Это твое первое такое приключение Да, очень рад И дети! Дагестан Многонациональная республика Имеет более 33 национальностей Из них 14 национальностей имеют свою грамматику Свою письменность У каждого народа свои традиции И каждое блюдо по-разному готовят То есть даже если сопоставить все ингредиенты одно Но готовится оно все по-разному То есть, например, хинкал Это основное блюдо, которое многие национальносты готовят все по-разному То есть вкус у них все разный Хотя там и тесто, и мясо Потихоньку двигаемся на цитадель На ринкала Крепость Это там наверху Так что, вперед! Ныне крепость называется на ринкала Кала с тюркского с арабского означает крепость На ринк сокращено слово от перси слова на ринч На ринч означает аниран или ринк Как в английском языке о ринк На ринч В качестве строительного материала использовали известняк ракушник И высота стен крепости с синячей стороны от 10 до 18 метров Изнутри от того же холм не ровный От 2 метров до 10 метров А вот это ханская минажница Да, турист мне говорит, Гарри, не-не-не В одном, говорит, была кока-кола Я подумал про оливки Это кетчуп, кетчуп, майонез и картошку прискладывали Второй раз посещаю эту крепость Первый раз в 2018 году был один Сейчас вот с сыном приехали С нашей группой Neuron Private Club Путешествуем Очень крутая крепость, конечно, исторически просто Ну, феноменальная Рекомендую Серега, расскажи, пожалуйста, про экспедицию Два слова Для меня путешествие Это одна из Такая Красочных и сочных частей жизни Мне очень нравится это Слушай, а одна из причин, на самом деле По которой я охотно принял это приглашение Потому что тайминг и занятость огромная, сам понимаешь Да, и у тебя наверняка, и у многих здесь Но одна из ключевых причин Это как раз, что мы поедем не просто Мужской компанией или еще какой-то компанией А именно с детьми То есть мы передаем какие-то традиции детям Мы показываем детям ту природу, которой богата Россия Читая Библию, там есть такие очень крутые слова сказанные Наставь юношу при начале пути его И он и в старости не отклонится от него Это говорит о том, что То, что мы сейчас закладываем То будет с ними всю жизнь С нашими детьми И любовь к путешествиям, любовь к природе Любовь к России Это то, что сегодня мы Мал по малу вот эти пиксели закладываем В их мозг, в их душ, в их сердце Спасибо, Ром, за приглашение Все круто, классная компания Вечер Первый день мы устали Едем в ресторан И отдыхать, спать Ну что, прошел наш первый день Этому замечательного, прекрасного путешествия Радует то, что В России начинает развиваться Внутренний туризм Прекрасный день Я думаю, что все только начинается И мы еще много чего увидим и узнаем Сильно понравилось Ждем уже второй день Ждем масштабного развития нашей экспедиции И поехали Самое главное, надо понимать Тур Это Не экспедиция Экспедиция, она Немножко всегда поэкстремальней Всегда В тех прекрасных Локациях Непонятных Где мы снижены, рассмотрелись И как нас Ну, а мы Сегодня Оказались И у нас здесь Все выспались Все Помылись Сегодня день второй Уже поедем Наконец-то В горы Посмотрим Красивые Пейзажи Едем По Улочкам Дагестана Вот они В основном Все Строят Дома Из ракушника Много карьеров Этого ракушника И в основном Все дома Архитектура У них одна И так же И древний Дербент Которому 5000 лет Он тоже построен В принципе Из этого материала Но интересно Выехали из города Дербент Самого старого Самого южного Города России И направляемся В Кубачи Это место Славится Именно умельцами Промыслов Поэтому на месте Мы увидим Всякие Эти промыслы Так что Вперед А теперь Только трасса Два часа дороги Произошла Вне штатная ситуация Обильный выхлоп Черного газа Из трубы Это проверка Ребята Сразу достали Огнетушители Окружили Хорошо что Тушить не стали Так что машину Бросаем Или что Делаем Костер Делаем Возвращение Радовались Тому Что везде Асфальт Прямо Отличная Дорожка Лучше чем На Канарских Островах И на этих Словах Дорога Асфальтированная Прерывается В подтверждение Тому Что Это не экскурсия Ребята Это Экспедиция Приехали В селение Кубачи Которое Славится Своими Ювелирами И оружейниками Вот уже Ждем Гида Который Все подробно Нам расскажет Ознакомиться С этим Селением Посмотреть Какие виды У нас И Самые Прекрасные Облака Это Россия Детка Дагестан Вообще И говоря О самом Поселении Это Одно Из самых Древних Известных Поселений На территории Дагестана Первые Письменные Свидетельства О нашем Селе Они Датируются Шестым Веком То есть Пятисотыми Годами Описывали Как Крупную Крупное Поселение Где Население Исчислялось Тысячами Людей Древнее Название Зерихгеран Использовалось Начиная Из шестого Века По Пятнадцатой Дальше Используется Слово Кубачи И оба Эти слова Означают Кольчужники То есть Один из Главных Видов Деятельности Кубачинцев Это было Изготовление Холодного Оружия Кольчуг Доспехов И так далее Где-то 5-6 Мастеров Селе Занимаются Плавкой Металла Вот эти Все процессы О которых Я говорю Это все Происходит В одном Селе Нигде В Дагестане Больше Такого Нет Мы Приехали В Дагестан Не просто Как говорится Смотреть На красоты Мы хотим Их почувствовать Я считаю Каждый Мужчина Должен Иметь У себя За пазухой Настоящий Нож Из Даманской Стали Само Строение Башня Это Из Которого Состояло Вот это Вольное Общество Кубачи Или Вольное Общество Зереггеран Вот видите Вокруг Все Горы Возвышенности Вот это Строение Находится В самой Верхней Части Старого Села То есть Сюда Приходил Сигнал И Передавался Населению Сохранились Только Две Башни В Селе Вот Она Вот Прямо Вот Вот Она Ну Если честно Друзья Мы путешествуем Для того Чтобы Расширить Наше Сознание Дабы Наше Сознание Не было Точкой Зрения А было Зрение Спасибо Какие у тебя Первые впечатления Кавказе Отлично Отлично Несмотря на Подумку Вообще Скажем Спасибо Жителям Деревни За то Что они Добрые Да Добрые За то Что они Хранят Свою культуру Хранят Своё Наследие Чтят Ее Маши Вет 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 Дамаск Дамаск Пишет Руководитель Нашего проекта Роман Невероятное место Очень хорошая Энергия Здесь Полторы тысячи лет Назад С Дамаской Стали лучшие Клинки Делали Делали Ковали Для армии Редак Как твое утро встало? Расскажи, как твое утро? Слушай, ну отлично, в горах спится супер, супер встал в 4 утра, птички поют, собаки гавкают, Смит рядом посапывает. Посапывает или храпит? Ну, посапывает, это, ну, такая, храп, это был на первом этаже. Я проснулся, у меня колокольчик болит, а это что значит? Храп был такой. Погода супер, я думаю, что сегодняшний день еще будет лучше, чем предыдущий. А мы куда сегодня едем? В Новое село. В Новое село, оно так и называется, Новое село. Выезжаем с Кубачи и направляемся в селе Балхар, у нас там пройдет мастер-класс по гончарному искусству. Добрый день, куда направляемся? Мы идем дальше. Не, ну куда-то определенно здесь. Начальник наш знает. А, начальник перед... Добрый день. Вам, вам, вам удачи. Спасибо, и вам все равно. А куда направляетесь? Пока за Лепти. На Лепти? А дальше? А дальше посмотрим уже походе. А он разряжается обратно? У нас как-то тариф ВИП, а это тариф эконом. Вам счастливо? В следующий раз езжу, а не буду. Тариф эконом. Много ожиданий от этого путешествия. И я вам скажу так, эти ожидания оправдываются. Сейчас между двух точек где-то находимся. Точек не знаю где. Красота бешеная. Красивые горы. Облака с нами на одном уровне. И знаете, я вам скажу так, а душа еще выше летает. Класс. Кавказ это сила. Мы выбрали сборы, собрали всех друзей, взяли эти машины и отмечаем днем, день рождения моего сына. Ура! Так, все, идем, ребят, это горы. Тут очень опасно, не шутим. А тебе нравится в таком, ты знаешь, в такой атмосфере справлять день рождения? Представляешь, такой машины, мужчины на джипах по горам едем. Ну, мне очень нравится. Очень нравится? Тебе нравится, да, с папой так, да? Да. Конкретно. Братство навсегда! Вместе! Курел! Я помню себя в 6 лет, да, вот там Демка вот сейчас там едет со мной, да, в 6-7 лет. А я помню, я просто, ну, как бы, тупо пинал бутылку во дворе. Понимаешь? Потому что родители работали, зарабатывали деньги, да, чтобы вечером было что покушать. А я пинал бутылку. Ну, а представь, да, если с самого детства уже заложить вот это впечатление, вот эти эмоции, вот это искусство достижения, да, то есть такое определенные такие навыки, определенные такие компетенции человеку, да, то есть он уже насытится этим, представляешь? То есть получится уже во взрелом возрасте у него уже больше целей будет, больше желания чего-то достигать. Я думаю, уже, представляешь, если мы там 18 лет мечтали, помнишь, наверное, за границу первый раз ездить, да, то наши дети будут мечтать там в космос летать, представляешь? Там, по-моему, 18 лет, они говорят, блин, в космос собирают деньги. Они реально красивые. Мы с Новосибирска. С Новосибирска, Сибирь. С Сибирь, я знаю, я там сколько просопал. Вот Балхарки, здесь живем, вот. Балхар знаменит гончарным ремеслом, очень древнее ремесло и село древнее. Все мои предки, конечно, здесь жили, а родителей нет. Вот я с родителями жила в Ставропольском крае, когда закончила школу, училище, переехала. Балхарки, тети, бабушки, гости, выдали замуж, так и осталось. Это очень древнее ремесло, еще тысячи лет тому назад все женщины Балхара лепили кувшины, у нас это женское ремесло, а мужчины ездили их продавать. Они загружали на острые деревянные корзины, накладывали туда посуду, сверху даже ставили большой кувшин и пешком по территории Дагестана продавали, обменивали на продукты питания, на одежду. Говорят, что даже доходили до границ Грузии. Все у нас начинается с того, что мы добываем глину. Глина у нас находится за селом. Спрашивай. А как вы сами сделали эту огромную чашу или вам тоже помогали? Эту чашу сделала не я, это очень старая чаша. Но вот эту вазу сделала я и мне никто не помогал. Я вот как раз хотел спросить, как вы это сделали. Сама стоя, работа, чек. А вот это червяк получился. Во второй день закладываю посуду, сама туда внутрь залазю. Чтобы обжечь вот эти 250-300 изделий, нужно около 40 мешков вот этих китерков. Мы направляемся на ночлег в село Ара-Кани. Тут проходили битвы, битвы были, кавказская война. И до сих пор здесь находят останки тех сражений. Очень красивое, ужасное село с большой историей. Мы сегодня весь день ехали. И пойдемте вам кое-что покажу. Мы установили, установили гоупрошечку, ребят, вот сюда. Я открыл с гоупрошечки видосы. Вы с ума сойдете просто, что там получилось. Смотрите. КОНЕЦ КОНЕЦ Дорогой наш друг Димит, мы рады тебя поздравить с твоим днем рождения. Будь сильным. Всегда помни, что ты мужчина, поступай по-мужски. Желаю тебе счастья, здоровья, всего хорошего. А самое главное, желаю тебе, чтобы на тебя никогда не ругались мама с папой. Кто себе? Папа или Человек-паука? Папа! 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 Так, Димит, с днем рождения. Мне кажется, в такой компании это будет вообще супер праздник, супер движуха. Пусть в твоей жизни все сбывается, все получается. Любые цели будут тебе по плечу, достигаются легко и радуют максимально. Браты, давай! Давай, давай, давай! Ура! С днем рождения! Папа, я тебя люблю! Иди по правилу своего! Вот так вот, по билет, по бенадуркость! Вот так вот, похлопали сами себе, похлопали! На, мой друг, вот эта энергия, ты должен научиться с ними дружить, не боготворить никогда, просто дружить! Спасибо! Просто поздравить! Распотребление! Распотребление! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Пошла. Пошла. Не боготворить! Пошла. Не боготворить. Судра спортсмена. Такое антуражное местечко, село Араканы. Пожалуйста, справа вам ущелье, но очень красивое место, я думаю, что я и 99% людей, которые смотрят это видео, не были в таких условиях. То есть мы ночевали сегодня прям в таком аутентичном дагестанском доме, который, не знаю, 600-800 квадратов, куча комнат. Вот такое место уникальное, напитанное энергией. Будем двигаться дальше, у нас еще куча интересных мест. Будем наслаждаться и набирать эмоции, там, я не знаю, на годы вперед. Я всем очень рекомендую повторить, ну, подобные походы, потому что, ну, места уникальные, такого не увидишь. И это Россия. Мы покидаем гостеприимное Аракани и едем дальше. Добрый день. Итак, наступил четвертый день нашей экспедиции. Сегодня мы направляемся в районный центр ГУНИП. ГУНИП известен тем, что тут как раз-таки закончилась Кавказская война в 1859 году. Крязь Баряндинский заключил договор с имамом Шамилем о прекращении Кавказской войны. ГУНИП в переводе с Аварского означает «гора». Вот она, эта гора, такое выжженное, солнце, скалистое, но очень красивое это место. Кавказская война Вот с такими ластовицами, широкое платье. У меня получилась вот такая аварка. Вот такой кувшин носила незамужняя девушка. Давайте ее оставим. Ее, ее. Вот еще у нас. Так. Лей, давай, без разговоров сказали. Так. Жен, сговорят можно. Да. Ну, если не на лед, он мог ее завернуть в бурку и украсть тут. Саш, скажи, пожалуйста, немножко три слова. Мы уже там четвертый, пятый день едем в экспедиции. Какую-нибудь обратную связь. Как тебе? Сегодня мы смотрим столько красот. И это просто невероятно красиво. Я давно, давно, давно такого не видел. И эмоции, они переполняют и наполняют, можно это так сказать. Вообще супер классно, супер интересно. И это, ну, вы посмотрите. Когда я сейчас всех узнал, и у ребят разный бизнес, разные направления, и каждый по-разному думает, это совершенно дает тебе разные инсайты. И ты такой думаешь, о, вот так? А, ничего себе. Все все с разных городов, разный менталитет. И ты, ну, как бы, в общении, вообще, мне кажется, рождается решение всегда. И я кучу всего уже услышал, узнал, и еще предстоит столько всего. Поэтому для меня и это выдох, на самом деле, новые люди, новые предприниматели. Ну, я знаю, сейчас, ну, со многими ребятами познакомился. Я знаю, что многие предприниматели очень высокого уровня. И мне есть куда там пилить и пилить, как говорится. Мы можем сказать, что у тебя родились новые нейронные связи. Сто процентов. Это вообще без вариантов. Так что, Саш, я рад, что тебе нравится. Рад, что у тебя хорошая обратная связь. Давай. Да, спасибо. Спасибо. Очень красивое ущелье. По рассказам местных жителей, вроде как бы, мы сюда не должны были попасть, но мы не пожалели. Потому что мы зашли, а вот сейчас вышло солнышко, и там такие классные тени и очень красивые фотографии получились. Как будто в другой мир параллельно попадаешь. И так, дамы и господа, идем в репортаж центра событий. Как эта впадина называется? Марианская. Марианская впадина. В общем, здесь круто. Интересно и насыщенно. Чуть-чуть-чуть, и мы будем в самой падине. Я нашел тайную тропу. Здесь была корова. Как она все дошла. Я еле дошел. Какая-то боевая была дагестанская. Борцуха-корова. Black duck angus. Вот. Вот пойдемте покажем, чтобы вы понимали, что мы единственные, кто дошел до конца. Лишь шаг отделяет нас от пропасти в бездну с жительной молодильной водой. Можно упасть, сразу попасть в воду, типа стать маленьким, но можно умереть до этого. Поэтому опасно. С вами был Смит Александр, приватный клуб суперпутешествий Neuron. Мы вырабатываем новые нейроны. Вы нам платите за эти путешествия. Нравятся мне вот такие, понимаешь, экспедиции, когда ты сначала на машинке покатался, потом вкусно покушал. Там все, чик, добрый. Сумасшедшее просто мясо. Потом пошли, немножко прогулялись, так скажем, булочки свои подразмяли. А потом сидим с таким прекрасным видом, с такой компанией, обсуждаем какие-то бизнес-процессы, понимаешь, сейчас новые у нас идеи. Это что они пьют? Мини-мастер-май. Так вот. И вот такой вот вид, смотрите, на... Славян, ты что не пьешь, что ли? Ребят, Карадахская теснина – это уникальный памятник природы, построенный дагестанцами в 17 веке. Че ты там лечишь? Давай, бутылку доставай. Не могу я, не могу я. А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Сехи, уникальный. А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! вообще восторг ребят вот я бы сравнил этот вид видом на гранд каньон был в америке в аризоне да там выходишь такой вау а здесь прям вау 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 вот так находимся в гор село гор или не говор это наш друг разу это местный житель стал маленьком встречающая сторона на сегодняшней локации разу расскажу два слова о этом месте сколько людей живет сколько лет вот этой крепости какие вы тут еще есть достопримечательности куда еще можно съездить ну сказать честно роман у нас на запримечательности много зайти и куда съездить сел вокруг поедать вот наши басни примером сегодня селение гор до их было больше то время когда наши деды и прадеды жили не было 5 но за счет нашей погоды ветвиной от слова ветер был назван наш село гоор 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 кури ветер как бы вот от этого у нас и произошло это название сейчас на данный момент три башни осталось они веков честно сказать я не могу с конкретно но 16-17 веков датируется как бы наша природа горы это самое основное что есть лучший гор только горы вот красиво рассол роман обязательно проедемся еще посмотрим в ваших местах слава богу спасибо очень приятно чтобы вас увидеть и 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 в какой-то нереальной высоте Видны горы, все в снегу, шапки, просто крутое место. Витли Мейн, брат. Ну, холодно, реально холодно. Мне кажется, 40 градусов, 4-3, и витрищем сирене. Когда Дема тебе будет 18 лет, мы с тобой пойдем в горы. И мы будем смотреть старые наши фотографии. Захватывает, по-настоящему. Захватывает, по-настоящему. Вот, смотри, вся гостиница проснулась. Лежий бар, мог быть, толь горы! Заткнись! Да. Просто такое количество идей. В таких новых местах у Александра просто приходят идеи. С каждым днем все больше и больше. где мы собираемся их реализовать в горном Алтае. Вот такие места, они не то, что заставляют, они нас раскрывают. Все есть внутри каждого из нас. Поднимаясь выше-выше в горы, мы поднимаем свои вибрации. И раскрываемся, как, знаешь, цветок лотоса. Вот так вот. Александр просто уже на другом уровне. И мы его внутри зовем Светозар. Александр Светозар-мудрец. А иногда Светозавр. Сегодня уже пятый день. Вот. Много ездим, много смотрим по всяким красивым местам. Например, такие виды нас посещают регулярно. Изучаем местную культуру. А как тебе идея, что мы с детишками едем? На мой взгляд, вообще топовая идея. Вот. Мне очень важно было с сыном поехать. Именно потому что сын привык у нас, естественно. Мальдивы, Турция, Италия, Испания. Вот это все. Вот. А здесь надо показать реальную Россию. Реально красивые места. Они такие, как просто пляж, там водичка привычная. Ну и плюс немножко таких экстремальных условий. Что у тебя нету там шведского стола на завтрак. Нету у тебя шведского стола на обед. Приходится есть то, что дают. Твоя там основная деятельность. Я знаю, что это у тебя банковский сектор. Один из такой лидеров в России. Расскажи, борьба со стрессами, она тебе помогает в таких путешествиях? Ну вот первые три дня я вообще был, когда у нас были выходные в отрыве от производства полностью. Сейчас еще у меня смена работы происходит. Поэтому еще более-менее поспокойно. Но вчера вот мне начали одолевать, когда все ребята ушли на какой-то там овраг смотреть. А мы сидели с красивым видом, любовались. Мне начали звонить. И как-то так совпало, что именно в этот момент, когда начали звонить, мы стоим со стабильной связью, никуда ехать не надо. Все вопросики пришел, дальше можно спокойно ехать. Вот. Прекрасная история. Стресс снимается. Еще надо где-нибудь застрять так по-хорошему. И кого-нибудь вытащить лебедочкой, чтобы немножко хапнуть именно экспедиция. А то у нас, конечно, лайт формат сейчас. Ну, у нас сейчас лайт формат. Удивительный такой тур. Конечно, я понимаю. Для первого раза в самый раз. Машины не все подготовленные для этого. Вчера у нас был момент, когда сказали, не, вы там не проедете, там типа дорога сложная. И решили ехать в объезд по асфальту. А у меня прям горело внутри. А поехали, ну же мы же за этим уже приехали сюда. Лебедки есть, у всех все нормально. Между нашей основной деятельностью, где мы работаем, как говорится, зарабатываем деньги, вот выискиваем время для таких прекрасных моментов. Спасибо, Павел Андреевич. Я говорю, я тебе три дня Сашу называю на концерте. Не реагируем. Шел 18-й день экспедиции, ребята наконец-то познакомились. Причем выпили уже, да? Нам с бутылок виняка выиграют. Остановились мы, ребят, не успели стартануть. С нашей, кстати, представитель, прекрасной гостиницы. Это пока что, пока что самая... Мягкая мороза. Самая лучшая локация, где мы были. Здесь есть, ребят, чистое постельное белье, раздельные кровати. И самое сумасшедшее, просто охренеть. Здесь есть вода горячая. У каждого. Ну, то есть, свой бойлер я бы добавил. Да. Свой бойлер. Ночью какой-то горец пробрался к нам и проколол колесо. Вытащили оттуда вот такой вот кинжал. Здесь так показывают? Да, не кинжал. На кинжале было написано Сергей Рокс. Тут. Просто посмотрите на эту красоту, мать ее! Горы по колен, горы по колен, горы по колен. Но если держишь шаг, никаких потерь. Просто наступает вред. Время разложиться, то жизнь по местам. Горы по колен. Взял Леху ствола, посадил сзади. Два вам нужна, да? Два, да, ровно. А тут 2,8. Объясняю. И сейчас мы едем, что-то жестковато. Жестковато, но понаить и понять, что-то не то. Посадил Леху назад, он едет, говорит, братан. Что-то, по-моему, перекачали колеса. Я говорю, да нет, там вообще нормальные пацаны. Все делали, все четко. Ну, короче, вместо 2,2,8 за 150 рублей. Просто сейчас новая подвеска будет вообще. А сейчас мы проехали такой длинный туннель. 4 километра протяженностью. А теперь ответьте на вопрос. Туннель сначала идет 2 километра вверх, небольшой наклон. А потом спускается вниз. То есть он такой, в виде треугольника. Для чего это сделано? Пишите в комментариях, ребят. Вот, и мы куда направляемся? Мы сейчас направляемся в Сунахский каньон. Правильно? Сунахский каньон? Да, вот мы едем в Сунахский каньон. Будем там минут примерно через 40-50. Ну что, экспедиция наша-то продолжается. Едем мы по направлению в Чечню. И пропал Миран. Пропал при невыясненных обстоятельствах. Видимо, уехал, повернул куда-то не в ту сторону. Стоим, ждем. С морепогода на самом деле-то, по сути, надо уже и организовывать поиски. И, скорее всего, за ним возвращаться. Миран, братан, мы тебя не бросим. Любим, верим и ждем. Давай, без Мирана, поехали тогда, да? Поехали, без Мирана. Поехали через КПП машинного отделения Меотлинской гидроэлектростанции. Направляемся на поселок Старый Зубутли. А покататься по каньону на катерах. С левой стороны у нас как раз-таки водохранилище Меотлинской гидроэлектростанции «Арачная плотина». Ооо, ребята, немножечко страшновато, а ощущения вообще на самом деле такие смешанные. У меня вот ладошки немножечко пусненькие. Да, потому что красота вокруг невероятная, а ехать ссыкотно. Вот отдых пенсионеров, смотри. С детьми на катамаранах, отцы и дети. Это Суласки каньон, мы все вместе с ребятами тут. Несем-то двести, двести несём-то. Это самое лучшее путешествие в моей жизни. У-у-у-у. Что? Плачущие скалы? Не слышит. Плачущие скалы. А, плачущие скалы. Ага. Плачут, плачут, да? Плачут, пупеца. А тебе, а тебе. Такие же скалы в Абхазии называются мужские слезы. Есть мужские, а есть женские. Ну, а потом и водопады такие тоже. Есть мужские, есть женские. Как ты в жизни борешься со стрессами? Помогают ли тебе такие вылазки, да, бороться с этим? Ну, допустим, мне, допустим, важно перезагрузиться, да, в такой истории просто не думать ни о чём, и сразу приходят новые идеи, новые мысли. Как, допустим, тебе получается борьба такая с стрессом? Роб, ты знаешь, да, я в принципе первый раз, у меня вот такая перезагрузка идёт, потому что я за всю свою жизнь только работал, в принципе, никогда никуда не выбирался. Мне практически удалось полностью отключиться от работы, да, несмотря на некоторые смс-ки, которые пробиваются, с утра особенно. Стресс он всегда у всех, как бы ни крути, сколько бабок мы не заработаем, либо миллиард, либо миллион, стресс он у всех одинаковый. Плюс-минус просто приоритеты. Да, причём, да, разницы нет, к сожалению. И здесь можно так же и поехать, и с миллионом, и с миллиардом, всё одинаково. Поэтому стресс – это такое чувство, состояние внутри. А вылазки дают энергию, заряд новой победы. Я думаю, что всё будет, ну, в оконцовке я выйду с чистой головой, приеду обратно на работу с новыми мыслями, с новыми идеями. Как тебе идея ещё с детьми, то, что мы ездим? Слушай, интересная идея с детьми. Я в этот раз, я не взял своего сына, да, но я очень надеюсь, что всё-таки накурил, и я поеду с ним. И это будет такой мой первый опыт боевой с сыном, когда мы с ним вдвоём, без мамы, так скажем, да. Я думаю, что всё будет отлично. Ну, смотря на наших пацанов, которые с детьми, ну, это круто, конечно, круто. У всех есть обратная связь, они понимают, что когда ты от этого с сыном остаёшься, что это немножко другое. Без допов, так скажем. Мы находимся в Дагестане, уже пятый день. Я вам скажу, что это прекрасный город, прекрасные люди, прекрасные места нас встречают. Хотим поблагодарить кавказское гостеприимство суровым сибирским. Спасибо! Ну что, всех приветствую. Дагестан изрядно подмотал. Были волки, медведи. Салоны красоты некачественные. Поэтому, как говорится, со своими подружками все дела сделал, готов дальше выезжать. Они у меня умнички. Завтрак приготовили, за детьми следили. Дальше в путь, в дорогу, вперёд. Это великолепное путешествие. Мы направляемся в соседнюю республику, Чечня. По приезду нас встретит гид. Мы проведем экскурсию по Грозному. И далее у нас будет чуть свободное время. Как тебе вообще наша экспедиция? Хорошо. Что тебе понравилось? Понравилось вчера, чтобы мы ходили в парк аттракционов. Так, это круто. Ходили гулять. Ходили на экскурсии. Ходили экскурсию по лодок. А, на лодке. На лодке. А это где мы были? Ну, там, на каньоне. Это самый большой каньон в мире, в Дагестане. Точно. В Дагестане он точно самый большой. В мире он один из самых больших каньонов. Классно. Что ты пожелаешь следующим экспедициям? Может быть, что-то добавить? Может быть, что-то изменить? Желаю, чтобы ещё приехал в Дагестан. И ещё, чтобы переночал в других отелях. И всё. С вами кто? Сергей и Потап? Потапрокс. Потапрокс. Ну что, мы заехали в соседнюю республику Чечня. От них лично добро пожаловать. Здесь как бы есть свои внутри республики правила. Так что мы будем их соблюдать и, как говорится, уважать. Ахмад Сила забыл. Ахмад Сила! Так, на данный момент мы находимся в единственном православном храме на территории Грозного. Он был один из двух действующих храмов в период Чечена Ингушского СССР. Но после двух чеченских компаний он сохранился только вот он единственный. Он находится под охраной государства. Строился он на пожертвования. Заложен он был в 1868 году. Построен в 1890 и уже осуществлен в 1892 году. Его реконструировали за счет фонда Минобороны, получается, по программе «Госстроен». Мы находимся в суточном парке. Парк построен из 199-летия города Грозного. Смотрите на башни. Они построены в нашем национальном чеченском стиле. На башенках справа, с левой стороны мы видим изображенную парку. Мужчину с девушкой. По чеченским традициям в старину все девушки собирались в один день у родника. В один день все мужчины знали, что в этот день они пойдут к роднику. И можно будет с ними, так скажем, познакомиться. Знакомство у нас всегда проходило у родника, в старину. Там, где было много людей, то есть где были свидетели, наедине они не встречались. То есть это обязательно происходило в людном месте. Я нахожусь в Дубае. Пожалуйста, это новая башня в Марине. Ну ладно, хватит заливать. Мы находимся в Грозном. Это не менее крутая столица мира, потому что удивляет, удивляет и радует, что это города России. И в них мы можем отдыхать, путешествовать, кататься на карусели, крутиться вот там. Кирюш, приветствую тебя. Скажи свои впечатления о этой поездке, где тебе больше всего понравилось и хотел бы ты вернуться сюда. Расскажи, пожалуйста, несколько слов. Да, хотел бы вернуться. Мне больше всего понравилось на кубачи. А где тебе еще понравилось, помимо кубачей? Что запомнилось? На лодке кататься понравилось, запомнилось. На следующий год поедем сюда? Не, на следующий год не. Думаю, я не перетерплю в следующем году опять уже тех же самых гор. Тебе надоели горы, да? Да. Мне надоело на них кататься. Давай, тихо, наверное, в багги сфоткаемся. Да, да, да. Давай. Сейчас все поедем, да? Да, все поедем. Быстро поедем. Это не экскурсия. Это экспедиция. Экскурсия, это экспедиция. Напомнили раз и навсегда. Как идем, не понял? Это не экскурсия, это экспедиция. Понял. Лех, ну как тебе наша экспедиция? Нормально, не хватает пулеметчика сверху, чтобы был реально антураж. Пару слов туда-сюда. Моя попка вспотела и огромное удовольствие я получил, но не от того, что попка вспотела, а от поездки. Ну что, скажу ему, это Грозный, город Грозный. Он основан как крепость Грозная на правом берегу реки Сунжи. Это получается на той стороне, где располагается высотный комплекс, а крепость Грозная, она была основана на бывших 20 чеченских аулах. Крепость построена по приказу генерала Ермолова. Название Грозного пошло чисто от крепости Грозного. На самом деле, историческое чеченское название Грозного – это Сюалжа-Гала. Сунжи называется Сюалжа. Дословный перевод – это город на реке. То есть Сюалжа – это название этой реки, Гала – это город. То есть город на вот этой реке. Вместимость данной мечети всего лишь 10 тысяч человек. 10 тысяч внутри, 10 тысяч на прилегающие территории. Это 5 тысяч квадратов. Это одна из таких маленьких мечетей среди главных. Друзья, наш клуб путешественников сейчас находится в одном из уникальнейших мест. Мы сегодня уже в Чечне. И это мечеть, которая была построена в 2008 году. Она была закончена. Закончено было ее строительство. Построена она была в подобии голубой мечети Стамбуле. При ее строительстве было использовано 3 вида травертина. Вот здесь мы видим мощение из желтого травертина. Вставки по бокам мы видим из розового травертина. А также есть перила и другие вставки такого серо-голубого мрамора. Построена она была в честь Ахмата Хаджи Кадырова. И сейчас мы проходим внутрь, будем смотреть интерьер. Говорят, там есть 32 люстры, которые тоже по-своему уникальны. Александр, Михаил, помахайте всем зрителям. Ну что, парни, пришло время, как говорится, заканчивать экспедицию. И хотелось бы узнать ваше мнение. Что запомнилось, что понравилось, чего было самое интересное для вас. Может быть, чего-то добавить вы хотите. Расскажите, кто хочет быть первым? Санек, да? Давай, Санек. Вот мне было очень интересно, точнее, очень трудно. Погромче, давай, погромче. Вот в команде, едим, все делаем такие. Командная у нас была такая движуха? Да. И вот это мне вот понравилось, то, что все. Хорошо. Миш, ты как расскажешь, что запомнилось, что понравилось? Мне понравилось, как мы поехали на вершину горы. И там я с друзьями нашел череп коровы. Это где смотровая была, да? И еще мне понравилось правило, за каждую забытую вещь 20 отжиманий. Ага, и сколько ты вещей забыл? На 40 или 60 отжиманий. Ну-ка, ну-ка, да я проверю. Ну, есть чуть-чуть. На машинах иногда было скучно. Интернет не ловил, да? Да. Ну, целым как вам? Классно. Все классно, да? Все сейчас поедете с нами? Да. Точно? Да. Вместо школы, вместо садика? Да. Самое то, да? Кайф. Ладно. Ну все, теперь вы в нейрон-клубе принятые. В нейрон-приватный клуб. Можете всем в садике рассказывать. Мы в нейроне, ребята. Добро? Добро. Все, красавчики. Ждем всех в нашем прекрасном клубе вырабатывать новые нейронные связи. Думаю, что в следующем году мы уже поедем за границу в Африку, в Латинскую Америку. Я думаю, да, мы сделаем следующий наш, уже мы там немножко... Это такая тренировка, там мы поднатаскаемся, будет... А ты прямо в Африку на машинах думаешь? Там в аренду берем тачки. Там в аренду? Двухсотки. Если они там есть трехсотки, то трехсотки возьмем. Поэтому где есть возможность, там будем брать вертолеты, лодки. Будет еще, кстати, по Карибскому морю. Я сделал, ну, это, наверное, на следующий год. По Карибам, по всем Карибам, начиная с Венеселы, закончим, наверное, Доминиканской республикой. Там будет и самолетная, и яхтенная прогулка. Но это будет не сильно большая группа, потому что очень большая тяжело. Все эти путешествия, экспедиции я делаю для того, чтобы наши дети смотрели. И когда вырастут, также своих детей вывозили, показывали им пример. Поэтому все вот это, все красота. Мы показываем вам, потому что мир сильно развивается. Мы росли без айфонов, без айпадов. Вы сейчас, в данный момент маленькие, привезли вас посмотреть, показать, что есть мир другой. Поэтому стараемся, объединяемся мужской энергией. И вот отцы и дети, лозунг этого, этой экспедиции. Живите в кайф, не стрессуйте, все делайте на позитиве, путешествуйте и любите жизнь, любите своих детей, жен и просто кайфуйте. Субтитры создавал DimaTorzok